Безопасность и чистота во дворах или спокойный сон малышей? Сегодня эту тему обсуждали в собрании депутатов на комиссии по государственному устройству. В парламент округа обратился уполномоченный по правам ребенка с просьбой рассмотреть возможности вынесения поправок в закон округа об административных правонарушениях. Причина обращения – жалобы родителей на шум снегоуборочной техники, от которого нарушается режим сна их детей. Шум снегоуборочных машин стал главным препятствием спокойного сна малышей. Утром и в особенности в обеденное время он беспокоит родителей, проживающих по улице Оленная, 8. С такой жалобой они обратились к детскому омбудсмену. Обратились с вопросом, возможно ли учреждение часа тишины так называемого. В других субъектах этот опыт уже есть. У наших ближайших соседей Архангельской области тоже этот опыт есть. Поэтому я предлагаю рассмотреть вам этот вопрос и принять решение, необходимо ли вносить в наш закон об административных правонарушениях эту норму. Внести соответствующее ограничение в закон об административных правонарушениях значит оставить дворы домов нечищенными, считает депутат Александр Лутовинов. Снежные сугробы – то, с чем приходится бороться коммунальным службам на протяжении почти 8 месяцев. Как только выпадают осадки, коммунальщики стремятся очистить от снега тротуары и дороги, чтобы не возникало препятствий на пути пешеходов и транспорта. И ночью нельзя, и утром нельзя, и днем вроде как тоже они мешают все время. Здесь еще есть просто особенности наших климатических условий, когда мы говорим о том, что подстроиться под наши погоды, я говорю, именно так, не литературно, не в падежах, тоже не так просто, так или нет. Потому что мы как раз требуем их, если мы с утра идем, дороги не расчищены, мы опять бурчим и говорим. В 6 утра все идем на работу, дороги не почищены. Здесь другая сторона, и эта другая сторона, мне кажется, она гораздо более многочисленнее. Установка временного периода часа тишины и еще одна трудность внесения поправок в закон, считает представитель прокуратуры. У кого-то ребенок спит с 13 до 14 часов, у кого-то с 14 до 15. Здесь также может возникнуть конфликт интересов. Решением проблемы может стать корректировка графика работы снегоуборочных машин, считает представитель городской администрации. Если уж есть у нас конкретные вопросы по конкретному дому, мы также можем это отрегулировать. То есть около этого дома не чистить с 13 до 15, прямо поставить задание в чистом городе. В дальнейшем этот вопрос будет проработан с администрацией Наринмара и вынесен на общественное обсуждение. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал Север.